МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так как Хабиров и его команда задали неимоверный темп праздников и всевозможных ивентов в республике, которые, по сути, являются их единственным достижением, то их отсутствие всегда порождает какой-то провал в информационной повестке. Вот не прошло у нас 3-4 грандиозных праздника на неделе, и уже как-то становится пусто и скучно. Иных достижений, как говорится, не водится. Потому в самом начале оперативного совещания Радий Фаритович, поздравив текущий состав именинников, тут же перешел к единственному празднику, который учудился на прошлой неделе к фестивалю Айда Играть. Глава республики Башкортостан утвердительно заявил, что фестиваль на Советской площади в этот раз посетило, внимание, 250 тысяч человек. Похоже, составители речей Хабирова не перестают издеваться над легковерным и тщеславным главой республики Башкортостан, подрисовывая ему постоянно из-под тишка лишние нолики в докладах. Ну, а он как будто бы этого и не замечает. Ну, фестиваль, конечно же, был объявлен ежегодным, а знаменитая, как было сказано, пудрявая башкирская лошадка становится символом этого ежегодного фестиваля. Далее Хабиров перешел к делам партийным. сообщил, что на прошлой неделе региональное партийное отделение «Единой России» собралось на свою конференцию и совершенно неожиданно, и почти единогласно, как он выразился, выдвинули на пост спикера парламента республики Константина Толкачева. Согласитесь, смело, свежо и неожиданно, правда? Впрочем, новость эту Радик Фаритович сообщал как-то кисло. Уткнувшись лицом в бумаге, вот не дают ему московские покровители сковернуть Толкачева с его должности, а тот уже, внимание, с прошлого века занимает кресло спикера башкирского парламента. Константин Борисович Толкачев 1 марта этого года уже отпраздновал свое 70-летие. Взошел он на свое кресло спикера парламента 12 апреля 1999 года, в прошлом веке. Имеет звание генерал-майора МВД, четыре федеральных ордена, грамоту от Путина, наградное оружие, кроме всего прочего, Константин Борисович еще и доктор юридических наук. Ну, что еще, скажите мне, нужно почетному пенсионеру? Уныло перешли к делам житейским. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства господин Палтусов сообщил, что неуклонно растет количество крупных аварий в республике Башкортостан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На этой неделе, вернее, на минувшей неделе, этих аварий более 8 часов случилось аж 14. Всего планово и непланово на прошлой неделе без ресурсов ЖКХ оставалось 97 тысяч жителей республики Башкортостан, 362 многоквартирных дома. То есть уже каждый 50-й житель республики Башкортостан на прошлой неделе ощутил на своей шкуре заботу об инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства. Впрочем, господин Палтусов не теряет оптимизма. Все муниципалитеты республики Башкортостан, по его словам, отчитались о заполнении водой системы топления. Оформлены все паспорта готовности всех многоквартирных домов по республике Башкортостан. Доклад Палтусова носил настолько категорически триумфальный характер, что остается только искренне верить, что грядущий отопительный сезон по республике пройдет так же гладко, как это звучит в его докладах и речевках. В прошлом году, надо отдать должное нашим ЖКХшникам, республике удалось избежать крупных, серьезных зимних аварий, и нам остается только надеяться на то, что так же случится и в этом году. Потому что, если честно, подобные доклады, конечно, особого доверия не вызывают. Потому что, ну, и я, и многие другие знают о реальном состоянии инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, и все это вовсе не так оптимистично, как в докладах гражданина Палтусова. Вслед за ЖКХ отчиталось Министерство транспорта и дорожного строительства. Ну, как отчиталось? Как обычно, зачитала сводку ГИБДД. Александр Владимирович Калибанов сообщил нам о том, что количество ДТП в республике Башкортостан все еще превышает количество этих происшествий в отчетный период прошлого года. Пострадало на прошлой неделе 70 человек, погибло 7. Пока удается удерживать количество погибших в этом году на 14 меньше, чем в прошлом. И, как говорится, иншалла, будем верить, что так и останется дальше. 10 614 пьяных водителей уже задержано в 2023 году на дорогах республики. Количество пьяных водителей, конечно, неуклонно растет, и это не может не беспокоить. И снова ни слова о строительстве дорог, ни слова о проблемах на Зининской развязке. Об этом господин Калибанов предпочитает либо просто молчать, либо шептать дорогому Радио Фаритовичу на ушко. Дежурно отчитался о ходе полевых работ министр сельского хозяйства господин Фазрахманов. Стадию полевых работ Фазрахманов назвал завершающей. Убрано 85% площадей зерновых. Собрано примерно 3 миллиона тонн зерна, что на 2 миллиона меньше, чем в прошлом году. Урожайность в этом году крайне низкая, 19,5 центнеров с гектара. Это, конечно, очень немного. Уже убрали 15% масличных культур. Сахарная свекла уродилась у Фазрахманова. Сахар в этом году будет. Уже посеяно 60% возимых зерновых. Завершена заготовка кормов. По утверждению министра сельского хозяйства, в Башкирии заготовлен полуторагодичный запас кормов, что не может не радовать. Коснулись и темы дистоплива. За минувшую неделю дизельное топливо в оптовых ценах для сельхозпроизводителей прибавило 2,5 рубля на литр. Оптовая цена тонн дизеля составила 75 800 рублей за тонну. Это примерно 60 рублей за литр. Тем не менее, объемы отгружаются. И Хабиров очень похвалил Фазрахманова за то, что тот обеспечил бесперебойную поставку дизельного топлива в сельскохозяйственные предприятия. Согласитесь, это величайшее достижение для нефтяной державы. Далее заслушали доклад о развитии военно-патриотического парка «Патриот». Ну, я понимаю, как говорится, особенности момента. А понимаю, что, дескать, сейчас для властей всех уровней очень важно пестовать и развивать тот самый патриотизм, который не особенно хочет развиваться в глубинном народе. И вообще глубинный народ не очень понимает, что такое патриотизм. Раньше было все понятно, взял флажок и пошел на демонстрацию. Вот тебе патриотизм. Ура, ура, Гагарин полетел в космос. А сейчас что такое патриотизм? И вот власти, ну, как-то его через вот эти вот милитаристские мероприятия начинают этот патриотизм сеять в сознании граждан. Потому вот решили, видимо, обсудить этот парк «Патриот». Кроме всего прочего, парк «Патриот» действительно одно из ярких достижений республиканской власти по части доказывания федеральным властям верноподданчества и правильного настроя властей. Доклад делал директор автономного некоммерческого предприятия парк «Культура и отдыха «Патриот» Старшинин Александр Александрович. Вообще персонаж оказался очень примечательный. Так как он впервые появился в объективах оперативного совещания, ну, я не поленился, посмотрел, что же это за человек, которому доверили такую ответственную позицию. Возглавлять вот этот вот титульный, очень важный для Хабирова парк «Патриот». Человек оказался очень-очень любопытный. На данный момент господин Старшинин является учредителем двух коммерческих организаций. ООО «Дирекция по строительству Центра современного искусства» и ООО «Три берега». Понятно, что «Дирекция по строительству Центра современного искусства» занимается строительством Центра современного искусства. Впрочем, это строительство отменено в республике, пытались построить на склоне реки Белой тут некий объект музея современного искусства. Один из наших башкирских миллиардеров это дело все спонсировал, но быстренько свернулось. Тем не менее, господин Старшинин там отметился директором в этой фирме. Еще есть фирма ООО «Три берега», он тоже там директор. Эта компания занимается растениеводством, вот таким вот интересным у него спектр занятий. Но в биографии господина Старшинина есть вообще один замечательный факт. Некоторое время он был главой администрации подмосковного города Истра. А до этого еще работал даже в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. А до этого два года был министром юстиции Республики Башкортостан. Так вот, с поста руководителя администрации города Истры в Подмосковье его уволили с формулировкой «за утрату доверия». Но очевидно, что дорогой Ради Фаритович к таким людям испытывает обостренное доверие. И, видимо, понимая их репутацию, доверяет им миллиардные бюджеты на строительство подобных вот объектов, как Парк Патриот. Мы не знаем доподлинно, какова стоимость этого парка Патриот здесь, в Башкирии. Никаких документов, сметной документации, по крайней мере, мы не нашли. Но известно, что в Подмосковье подобный парк, который был построен чуть раньше, обошелся бюджету в 20 миллиардов рублей. Примерно что-то подобное наверняка происходит у нас здесь, в Башкирии. Господин Старшинин рассказал нам, что на территории бывшей воинской части Валкина, и площадь этого парка теперь около 300 гектаров, Уже организована выставка военной техники, плац, парковка, спортивные площадки, отремонтирована казарма на 200 человек, есть стрелковый тир, столовая, специальные локации для получения дополнительного образования, на которое, кстати, у Парка Патриот есть еще и лицензия. Также там есть одна из лучших в стране трасс гонки героев. Помним, как трогательно патронирует вот это вот занятие гонка героев дочь министра обороны Ксения Шойгу. Главная задача парка, по словам господина Старшинина, привлечение молодежи и детей к военному делу. Александр Александрович смело утверждает, что уже 26 тысяч человек посетили этот парк. Как он их считает, непонятно, но уточнилось, что из них 8 тысяч человек это были дети. Перспективы у господина Старшинина и вовсе грандиозные. В парке планируется воздвигнуть спортивный комплекс, конференц-зал, трассу для квадроциклов, баню, прачечную, дополнительный учебный центр. Планируют обучать там операторов беспилотных летательных аппаратов и построить центр беспилотной авиации. Также там будут развивать конный спорт, будет глэмпинг, будет церковь и даже мечеть. Хабиров был в восторге от этого доклада. Мгновенно выхватил откуда-то из-под стола медаль за трудовую доблесть и, не отходя от кассы, наградил господина Старшинина этой медалью. Ну то есть мы вот тут видели, конечно, абсолютное слияние интересов и эмоций. Дрожащим голосом господин Старшинин благодарил Хабирова за высокую оценку его труда, еще раз перечислил свои перспективы. Упомянул, что ему удалось вторгнуться в разнообразные отрасли народного хозяйства республики, устраивая вот этот парк. Напомню, что естественно, естественно, этот парк строится на наши с вами бюджетные деньги, на наши с вами налоги. И основной задачей этого парка является, повторюсь, привлечение молодежи и детей к военному делу. Впрочем, дальше Хабиров многословно хвалил себя за этот парк, сообщил, что новые филиалы этого парка появятся в Кигинском, Стерлибашевских районах. И очевидно, что никаких денег на это благое и богоугодное дело Ради Фаритович жалеть не будет. Судя по всему, на этом куда бедно грандиозные темы вообще закончились. Зачем-то обсуждали состояние стел-указателей у въездов в районы. Решили, что ржавая перекошенная стела – это нехорошо, а покрашенная – это хорошо. Строго погрозили главам районов, у которых не покрашено и не оштукатурено. Хабиров велел почаще проводить совещания, селекторы и военно-спортивные учения по покраске указателей границ районов. Послушали министра экологии Ниязов Азылова, который сетовал, что он разработал такую чудесную волшебную справочку для добычи песчаногравийной смеси на нужды муниципалитетов. На нужды для отсыпки тех самых прогрессивных песчаногравийных дорог, которые Ради Фаритович так трогательно опекает. Ну, понятно, что муниципалитеты как-то нерадиво за этими справочками приезжают. Это безобразие. Безобразие – это было признано безобразием, а нерадивым чиновникам муниципалитетов пригрозили пальчиком и заклеймили их позором. Но все-таки в завершении оперативки подкрались к интересному и важному. Поговорили о ходе реализации мероприятий по интродукции зубров на территории Республики Башкортостан. Не смейтесь. Вот переселение зубров из Беловежской пущи в Белоруссию в Башкирию называется именно этим научным словом – интродукция. Помните эту историю, когда из Белоруссии в момент приступа нашей братской дружбы привезли несколько несчастных зубров и вбросили их на территорию заповедника Мурадымовское ущелье. Зубры довольно быстро поняли, куда они попали и предприняли массовую попытку побега. Ловили их силами администрации, полиции и рекрутированных местных жителей. Туризм в Мурадымовском ущелье на это время замер, и местные жители действительно терпели довольно существенные убытки. И вот про реликтовых животных, переселенных из вполне себе теплой Белоруссии в студеную Башкирию, вспомнили опять. Ну, естественно, докладывал министр экологии Ниес Фазылов. Конечно же, показали пасторальный ролик. Зубры счастливые, довольные, пасутся вдоль металлических решеток, питаются чем-то вкусным из специальных кормушек. И кажется, что в лесу даже играет тихая музыка. Вот такое впечатление складывалось от этого ролика. Немного, правда, настораживало, что видеоролик Фазылова в этот раз был смонтирован по большей части из фотографий неизвестного происхождения, где на самом деле находятся зубры. Установить по этим фотографиям было довольно сложно, потому что фото были статичные, а зубры были сняты довольно крупным планом. Тем не менее, господин Фазылов доложил, что была создана рабочая группа, ну, куда без этого деваться, рабочая группа по разведению зубров беловежской популяции. Зубров содержит на воле и в неволе, оказывается, по докладу Фазылова, аж в девяти субъектов Российской Федерации. Ну, собственно, ничего удивительного нет, что берут дикого быка и сажают его в клетку, он живет, на него смотрят люди и вот как бы вот. Тем не менее, господин Фазылов утверждает, что парк Мурадымовское ущелье, по его авторитетному мнению, является исключительно оптимальным местом для проживания зубров. Дальше пошла путаница. Если честно, Фазылов как-то очень уж витьевато говорил о количестве зубров и месте их положения на данный момент, что закрадывались невольные сомнения. Всего должно быть завезено 18 особей. Но вначале Фазылов сказал, что их уже 18. Хорошо. Построены вольеры и смотровые площадки. Три особи были выпущены в лес и, как выразился Фазылов, отбежав пару километров, обосновались на месте. 26 мая 1923 года Фазылов завез 9 зубров. Остальные 9, видимо, будут завезены потом. Ну, он обещает до 30 ноября текущего года. В последний раз видеофиксация засекла живых зубров только 11 августа 2023 года. С тех пор их никто не видел. При этом Фазылов утверждает, что зубры так боязливы и осторожны, что увидеть их человеку категорически невозможно. Причем Фазылов об этом конкретно предупредил, что не пытайтесь даже их посмотреть, вы их точно не увидите. При этом Фазылов уверил дорогого Радио Фаритовича в том, что все выделенные средства на вот эту интродукцию успешно освоены. Все договора, с кем нужно, заключены и так далее, и так далее. Ну, первое, что хочется спросить, вообще зачем? Зачем разводить зубров в Мурадымовском ущелье? Ну, просто и понятно объясните нам. Ну, почему не разводить, я не знаю, индюков, еще что-то? Почему зубров-то? Ну, и второе, если честно, а был ли мальчик? Эти зубры так пугливы, что их невозможно увидеть. Я лично бывал в Беловежской пуще и видел зубров, которые живут на воле там, в Белоруссии. Да, они достаточно спокойно подходят к людям. И, кстати говоря, еще и попрошайничают, потому что эти животные склонны к некому иждивению. То есть, ну, им действительно проще есть там какую-то пищу, какой-то хлеб или какие-то еще продукты из рук туристов. Они вообще никакие не пугливые. Почему в Азылову попались пугливые зубры, так и непонятно. Далее состоялась закрытая часть оперативки, и мы пока не в курсе ее содержания. Возможно, она была интереснее того совещания, которое мы вчера наблюдали. Ну, а открытая часть была настолько пустой и скучной, что, хоть, как говорится, про Чеховскую обратно запускай. Ее, кстати, после фиаско с гранатами 2 августа не слышно и не видно в эфирах оперативных совещаний, да и на БСТ ее стало критически мало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok